друзья всем привет вы на канале с техникой по жизни сегодня очень знакомый человек дядя витя принес мне два инструмента сломанных это спарта 25 всем известная вот такая косилка так сейчас попробую запустить говорит заводится и вот так он выглядит я вот так работал мне когда сломался корпус воздушного фильтра вот так и говорит работу из понюхал бензин что-то он так воняет как у вас это случилось вообще все во время работы произошел произошел поломка или говорит полежала на может с месяц и что-то вроде говорит заводится но поработать немножко и глухнет но сейчас проверим как это все происходит у меня тут рядом люди отдыхают я часто по субботам то есть в основном по субботам гараж не хожу потому что люди отдыхают я мешать не хочу не ну и ладно продолжим так прокачаем попробуем запускать такое ощущение компрессия слабая вообще не запускается сейчас попробуем со стартом так так мне кажется он этим вонючим бензином немножко попортил двигатель это только предположение ладно блин такой бензина аж блин токсикоманить можно у у него еще в машине этот запах был ужасный ладно буду разбирать море чему что мне так напоминает запах этого бензина вот смотрите как алифа так воняет я когда только гаражи ремонт сделал сделал стволы алифы покрыл сдуру минара месяц не выветривался вот так же воняет ужасно сейчас по-любому мне надо залезть глушитель снять посмотреть что-то мне кажется что слабенько продерживается хотя сейчас возьму свежий бензин и попробую нормально зиме зависит блин маловато надо еще разбавить не буду я мудрить короче я лучше сейчас есть у бензин смесь разведу а сначала все правильно фильтр снимаю он практически вообще не продувается ну-ка попробую я сейчас поставить новый фильтр может он и прокачивать начнет фу я сейчас тут офигею а дверь не откроешь гараж потому что там народ тусуется так ладно меняю фильтр попробую меня какашку вот эту выкину ну чё завелась она единственная проблема не заглушилась наторван провод сейчас я его сделаю будем запускать опять же причиной поломки стало использование хрен пойми какой смеси сколько и лет почему она такая мутная воняет болин оливый вот дымит это то что я немножко масла сейчас поищу с какой нибудь своей косы сюда корпус фильтра и все приступим вот к этой шняги есть вероятность того что он говорил что там и там клапан слетел с пружины поправили, а сейчас двигатель вообще не проворачивается. Наверное клапан встретился все-таки с поршнем. Нашел у себя корпус фильтра вместе с фильтром ДДЕ. Теперь у него он будет стоять. Я уже устал людям говорить, чтобы они смотрели что заливаете. Хорошая коса, но его можно ушатать, а потом на нее вообще хрен каких запчастей найдешь. Сейчас такое время тяжелое, надо все беречь. Но разве все это слышат? Тут еще бы резинку эту поменять. Я иногда делаю изоленты, намотаю вовнутрь туда, вставляю, и поплотнее становится. Вот такой вот, можно сказать, даже не ремонт от его. Ну хотя, сломано же было, не заводилось, значит ремонт. Все отремонтировал. Заводим, проверяем как работает с фильтром. Пациент готов. Да, отлично она работает. Полезу я в глубже никуда. Поменял фильтр. Корпус фильтра поставил. Сменил топливо. Маленько перелил из-за этого дыма. Сейчас посмотрим, что. Сделал я наверно в одном видео про два инструмента. Сейчас надо вот эту залезть, посмотреть, почему она не проворачивается. Так, это готово. Все, ладно, продолжаю. Приступил я к косилке к этой. Смотрите. Вот он упирается. А вот здесь клапана нет. Вон там. Попробовала достать. Дай бог, чтобы он еще ровный был. Так, сейчас болит. Вот видите, вот клапан торчит. Получится назад сейчас загнать. Короче, они мне говорили, что у них... Так, и снимать, и вытаскивать. Это неудобно. У меня что-то такое ощущение, что он согнут. Сейчас попробую пассатишку его вытащить. Да хрен там. Ну, похоже, поршень повстречался с клапаном. Будем разбирать. Хорошо, так все разбирается быстро. Когда уже все открутил. Так, чтобы снять голову, нам надо снять... Глушитель можно не снимать. А карбюратор надо подсоединять сети тяги. Да и глушитель надо снять. Ладно, буду разбирать и смотреть. Так, ребят, скинули головку. Сложного здесь ничего нету. Подсветка хреновая здесь. Такое вот, блин, нагарище здесь. Калинвал-то. Теперь все вращается. Но, в принципе, нистой выработки нету. Так, интересная в головке. Вот так торчит клапан. Назад не залазит. Блин, ну, и вроде не гнутый. Вот что самое интересное. Сейчас попробую запихнуть его назад. И порассуждаем, почему так случилось. Почему клапан выскакивает с этой тарелки. Тарелка влажная. Можете видеть, в порядке. Или, может, они ее посадили бы. Ну, нет, у меня есть предположение. Сейчас я попозже раз заферим интересный. Смотрите, вытащил клапан. Так, где мне-то посветлее. Смотрите, вот налет, блин, просто ужас. И он весь здесь, вот здесь весь липкий. Что я говорил, как будто олив и воняет бензин. Он просто заедает в этом месте. Это надо сейчас промыть все. Смотрите. Здесь ужас. Вот это все как клей какой-то. Вот он залипал просто в этом месте. Из-за этого он, блин, и выскакивал. Удара-то на поршне я даже особо и не вижу. По-моему, даже и клапан ровный. Сейчас попробую раскислить это все и замыть. То есть попробовать поставить все на место. Вон такая стоит ужасная. Вот он что в эту просилку, то есть что в триммер, что вот сюда заливает какую-то, я не знаю, сколько лет этому бензину. Просто жуть. У меня уже это, розовые слойники бегают перед глазами. Ладненько, попробую сейчас все это очистить. Так, ну все. Все отлично. Клапан даже не согнут. Теперь удобно мне рукой сюда делать. Все, ходит назад, возвращается. Впускной вообще в порядке. Потому что там температура выше, все сгорало. А на впускном там вообще каша была залипшая. Блин, я не знаю, мед какой-то вековой, блин. Весь этот нагар пособирался. Надо ему сказать. Дядя Вить, завязывай с этим бензином работать. Ты всю свою технику угробишь. Вот косилка по этой причине. Фильтр забился. Топливный триммер, то есть. И на этой косилке вот. Это хорошо, что, блин, хлапан. Не на ходу это все случилось. Вот залип он. Залипал в этом направляющей. В этой, блин, фигне вот этой вот каши клеевой. И не возвращался назад. Из-за этого и выскакивал. Он из этой тарелки. И еще так получилось удачно, что поршень не согнул этот клапан. Я когда коленол проворачивал. Да даже сейчас я, когда снял головку, я не мог от руки запихнуть туда-назад этот клапан. Он вот так торчал кверху. Молоточком, резином аккуратно постучал. И то, блин, он еле залез. Я думал, клапан согнут. Выбил его отсюда. Когда все это прочистил, промыл. Все идеально ходит. Видите? Ходит и возвращается. Все дело вот в этом. Я не знаю, что это за бензин. Может, ему кто-то подгоняет какие-то со старых этих. Тут бы еще и по-хорошему надо и масло поменять. Потому что на этой хрени это все работало. Ладно, я сейчас соберу и заведу его. У нас салют в самом рождении. День города Москва. Хорошо пахает. Хоть мы в сорока километрах от Москвы, но тоже относимся к Москве. Долго уже стреляет. Долго уже стреляет. Нет, еще не все. Сейчас самые мощные пошли. Блин, на это можно вечно смотреть. Вот самая красота в Москве. Ну все. Все, все завыли, все довольны. А где еще собирать и собирать? Да, вонь, конечно, стоит ужасная. Вот этого бензина. Сейчас залив свой бензин. Тот я слил. Вонючку эту, блин. У меня теперь в гараже будет вонять очень долго. Блин, раздобыл мы халяву бензину. У меня уже немного осталось. У меня было где-то в двадцать. Всем капнешь, капнешь, бензин кончается. У меня он как на верху. А тем, что сливаешь с этой техники. Таким вот вонючим всяким. Только мыть что-нибудь. Так, ладно, сейчас я спущусь здесь на землю. Попробую завести. Сразу, ребят, поленился залезть в карбюратор и зря. Иголка с большим трудом вылезла. Вот смотрите она. Даже пальцем прилипает. Здесь такая же фигня. Надо это все сейчас очищать, вымывать. Блин, ну капец, короче. Ну дядя есть. Ну артист. Все напротив позабито. Этой гадостью. Ладно, сейчас почищу, соберу. Я пытался завести. Он схватывает на этом быстром старте. И глохнет. Выгорает. Эфир или что там на этом быстром старте-то. И все. А топливо не подается. Так. Заводим. В общем, все работает. Повалила она меня. Там везде где-то бензин был. Везде все липкое. В смоле в такой. Короче. Готово. Все прочистил. Надо ему еще завтра позвонить. Может масло поменяю. Или сам поменяет. Это он, я думаю, сделает. Короче. Подытожу сегодняшний ролик. У человека где-то. Оказалось. Это старый бензин. Или подогнал кто-то. Короче. Он шатанул маленько. И триммер. Ну, триммер. Там я только фильтр поменял. Выкачал весь этот старый бензин. Видимо, не сильно он долго им поработал. Он отказался работать. А косилка это видно, что клапан там вообще очень много было. Смолы вот этой. Причем это на впускном клапане. Отлагалась по ходу не один сезон. Не знаю. За один сезон так на клапане не знаю даже. Ничего не могу сказать. Карбюратор весь залипший. Иголка даже еле вытащила иголку с поплавком. Не хотела бы вылазить. Прилипала там в посадочном месте. Я вспоминаю, что я как-то делал у него здесь. Привод постоянно идет. Как заводишь, она сразу едет. Ну, она так едет. Еле-еле. Там сломанный этот редуктор пластиковый. По-моему, там привод сломан. Я ему напрямую сделал, чтобы он постоянно работал. Иначе где его искать. Ну, короче, он-то ее пользуется. Уже, наверное, года два назад привозил мне ее. Вспомнил я про эту косилку. Ну, все. Такое вот видео. Хочу сказать. Да не пользуйтесь вы этим старым дерьмом. Вылейте его. И вы, блин, технику свою ушатаете. Что это у Лео Мак? Она дорогая. На нее запчасти капец, как дорого стоит. Что это? Я не знаю, что это производство. Что-то не нашел. Ну, я думаю, тоже давно пользуется эта косилка. Зачем сейчас покупать? Сейчас цены космические. Ладно. Всем пока. Спасибо за просмотр.